Если нам такое предложение поступит, то безусловно да, потому что опыт строительства инфраструктуры у нас есть. Что касается производства подвижного состава высокоскоростного, то мы сейчас вместе с немецкими фирмой Siemens производим подвижной состав на скорость до 200 км в час, поэтому на более высокую скорость мы подвижной состав не производим. А с точки зрения строительства инфраструктуры здесь проблем никаких нет. Как только будет подписано, мы готовы приступить к выполнению работы. Это не вызовет у нас никаких задержек, тем более, что у нас мобилизация на первом участке уже сделана, машины здесь находятся, поэтому все зависит от сроков подписания этого дополнительного соглашения. Мы этого ожидаем уже в течение нескольких месяцев. Тормозят обстоятельства, связанные со сменой руководства сербских железных дорог, позиции некоторых директоров, которые то ли боятся, то ли недостаточно квалифицированы для того, чтобы принять решение. Это чисто субъективный фактор. Сегодня по этому поводу мы с министром Михайловичем разговаривали, и это вопрос, который находится в поле зрения руководства сербской республики, правительства. Мы рассчитываем, что этот вопрос все-таки будет закрыт. Задержка в подписании дополнительного соглашения по коридору номер 10 уже приводит к тому, что первоначально определенные сроки реализации контракта, и я сегодня министру Михайловичу показывал это, уже выходят за 2018 год. Нас это очень беспокоит. Вы знаете, что говорят, что если собрать в одной комнате 9 женщин беременных на первом месяце, то ребенок не родится. То же самое и в технологии. Есть технологии, есть определенный технологический период, в течение которого он должен быть реализован. Поэтому мы очень просили руководство правительства Сербии ускорить принятие решения по дополнительному соглашению в транспортном коридоре номер 10. После подписания межправительственного соглашения мы подготовили вместе с сербскими партнерами проект кредитных договоров. И первый участок, как вы знаете, уже находится в работе. Мы по этому участку, это панчиво, мы идем строго в графике, никаких отклонений здесь нет, несмотря на крайне неблагоприятные погодные условия. Вы знаете, что были там и наводнения, и затруднения, но мы все это сделали. Более того, еще дополнительно вместе с нашими партнерами отремонтировали школу там.